Ребята, всех приветствую! Сегодня будет небольшой видеоролик про стук под крышкой клапанов на двигателе ЯМЗ. Но прежде чем про стук, хочу вам сказать, что есть некоторые вещи, на которые надо обратить особое внимание. Первое, значит, ребята, это то, что надо проверять, не попадает ли дизельное топливо в систему смазки. Это значит, вот эта трубочка обратка, и, значит, вот эти гайки, скрутки на форсунках. Ну, а я обычно проверяю. Крышку снял, его можно завести прямо без крышки. Масло здесь идет, такое слабое давление здесь идет, небольшое потеки. Единственное, надо в теплую погоду делать, чтобы масло успевало вытекать в эти дырки. В принципе, и все. Так можно завести и посмотреть. Даже можно немножко погазовать и понаблюдать, не выходит ли дизельное топливо. Это самое главное. Потом второе. Что еще, ребята? Сейчас покажу. Крышка сама. Немаловажно. Вот эта вот крышка сама клапанов, которая закрывает это все дело. Сейчас я вам покажу. Вот, допустим, я ее закрываю, эту крышку клапанов. Вот. И значит, что происходит? Вот я ее накинул, и прежде чем затягивать, я ее приподнимаю немножко вверх. Вот так. Почему так делаю? Потому что... Сейчас покажу. Потому что здесь вот этот вот... Самый вот это коромысло, оно уже работает постоянно. Если крышку к нему прижать, она прям к нему прижимается. То со временем получается вот такая вот, короче, канитель. Протирает насквозь крышку. И вот я уже герметиком замазывал, потому что сквозная дыра. Герметик держит, заваривать ничего не стал. Нормально держит. Вот. Потом, что дальше, ребята? Насчет штанг. Штанги надо проверять. Штанги, бывает, на нем сгинает. На мазике. Но это причина, по которым сгинает. Сейчас я вам расскажу. Вот. Но их надо проверять. На старых, правда, головках вот такие большие вырезы. И там хорошо прям видно через верх. На таких вот плохо видно. Это надо вот откручивать болт, снимать, вытаскивать и проверять штангу. Вот. Ребята, теперь насчет стука. Стук происходит, значит, вот здесь вот. В этом месте. На этом карамысле. Я сейчас вам старый принес. Там разберу и покажу. Да, ребята, забыл немножко. У меня там видеороликов есть. Я там говорил, что вот эти вот костыли, их сильно затягивать нельзя. Здесь затяжка совсем ерунда. Здесь или 4, или 5 килограмм. Вот. Если перетягивать эту гайку, на форсунку очень сильно будет давить. И головка, там где стакан, полопается. И головка придет в негодность. Это по книжке все. Это я не сам придумал. Это все заводские стандарты. Здесь очень сильно всегда перетягивают. Незачем здесь сильно перетягивать. Ни к чему. Так, ребята. Вот это само коромысло. Вот. Здесь вот колечко, которое штопорит. Вот. Значит, смысл такой. Может, короче, здесь разбить втулку. Вот. Может, видно, нет. и уже происходит стук. Вот. И еще, кроме этого, может быть, вот такая беда. Значит, вот это вот хождение. И так стучит. Это хождение, оно, в общем, вот сюда вот, если посмотреть, вот в это место. Получается, здесь штопорное кольцо стоит. Вот оно. За ним стоит шайбочка. Шайбочка должна быть какая-то здесь столистая и сферическая. Она как бы немножко с таким своеобразным изгибом. И она должна вот эту конитель всю, это коромысло, прижимать сюда, чтобы вот этой вот штуки не было. Вот этих хождений. Но она уже со временем или стирается, или сжимается, или что с ним происходит. Она, в общем, теряет свою силу, свои свойства и начинает вот это вот, короче, происходить канитель. Вот. Я могу сейчас снять, растопорить, показать, что там, чего и как. Вот. В принципе, еще может быть вот из-за этого толкателя. Этот толкатель стоит в двигателе, правда, он стоит возле распредвала. У него, в общем, у этого толкателя вот такая вот, короче, тоже болячка есть небольшая. Вон у него втулочки, но они, втулочки эти очень тоненькие. У меня бывало даже на практике, сколько раз мотор начинаешь перебирать, разбираешь, а этих втулок уже и нету. То есть, он уже их все размолотил, он прям работает без втулок. Вот. Но он, в общем, работает без втулок, работает, двигатель работает, но все равно происходит стук, но стук уже совсем другой, не в крышке клапанова, стук уже будет происходить в двигателе внутри. И, кстати, из-за этой вот вещи очень часто гнет сами штанги, потому что она уже, этот толкатель, он начинает уже прыгать здесь, его вот здесь вот кулачок толкает, колесико, но он все равно вот здесь вот подпрыгивает, и штанга, нам уже неизвестно что с ней делаться, вот еще, вот из-за этого бывает беда, что штанги гнет. Вот. Ну, в общем, ребята, сейчас я разберу, покажу, что да как. Здесь вот. Так, в общем, разобрал я все это дело, ребята. Ну, в общем, вот тут такая конструкция несложная. Здесь тоже втулка, вот, канал для смазки идет, вот это уже идет через штангу канал, чтобы смазывать здесь все. вот. И вот это вот сама шайбочка, вот она. Она уже ровная здесь. У нее нету ни изгибов, хотя они должны быть. Ну, стерла, или же выпрямила ее со временем. Машина же работает. Вот вся причина в этой шайбочке. Вот. Ну, такое вот колечко за штапори вот здесь. Ну, в принципе, вот такой вот, ребята, небольшой видеоролик. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока.